так коллеги добрый день давайте пока мы еще пару троечку минут так подождем наших коллег которые подключаются я представлюсь зовут меня марине нашего смотрим мы сегодня настройки документы на настройки визит для документов например на служебные записки план нашего вебинара включает ну конечно мы разберем общие вопросы о том что мы сегодня будем делать такой служебная записка также разберем на ее примере что включает себя настройка реквизитов документов разберем что на что делится настройка реквизитов документов то есть у нас есть настройка основных реквизитов документов и настройка дополнительных реквизитов документов и практический пример настройки наших реквизитов на служебные записки настройка реквизитов нас происходит на этапе создания вида документа то То есть для того, чтобы понимать, где в нашем внедрении документа оборота, внедрении вида документа находится этот процесс, нужно понимать общий план работы. То есть когда мы планируем внедрять, ну сегодня мы смотрим на примере служебной записки, когда мы планируем внедрять новый вид документа, допустим, служебную записку, мы должны понять, что вообще в принципе будет входить в внедрение этого нового процесса в нашу систему, вида документа, какие этапы, то есть что нам для этого нужно настроить и самое главное, что нам для этого нужно знать. То есть что нужно собрать с пользователями, какие данные с наших функциональных заказчиков, ну и самим понять, чтобы мы этот вид документа могли настроить и правильно определить в том числе и реквизитный состав. Сейчас у нас перед глазами последовательность создания документа, создания вида документа. То есть для того, чтобы создать, настроить вид документа, мы создаем саму карточку, настраиваем основные реквизиты, настраиваем дополнительные реквизиты. Далее у нас уже настройка создания документов, то есть порядок создания документов, как у нас пользователи будут его создавать и чем будут в том числе у нас предзаполняться наши реквизиты документа. Настройка тематик, нумераторов, обработки документов, шаблоны документов и роли файлов документов. Некоторые пункты мы уже на предыдущих вебинарах с вами рассматривали, рассматривали в общем процесс создания вида документа. Сегодня мы особый упор сделаем на настройку основных и дополнительных реквизитов документа. Итак, у нас есть с вами задача создать новый вид документа, служебная записка. Мы понимаем общий план, то есть последовательность, как мы его будем настраивать. И мы понимаем, что у нас настройка реквизитов это два пункта из этого перечня, что нам нужно будет настроить. Теперь, чтобы нам настраивать реквизиты, нам нужно понять их состав. Откуда у нас берется состав реквизитов? Как мы вообще понимаем, где нам взять этот состав реквизитов? Обычные служебные записки ведутся у нас на бумаге. Мы можем просто взять наши обычные бумажные носители, то есть как это делается при внедрении, как это делается при внедрении нового процесса. Мы берем тот процесс, который уже существует. То есть нам самое главное здесь не сломать уже рабочие схемы, отталкиваться от потребностей наших пользователей и изучать, что делают именно они, и изучать именно их бизнес-процессы. То есть мы приходим к нашим пользователям, берем у них совершенно реальные текущие служебные записки, смотрим на них и понимаем, какие у нас есть в общем служебные записки, какие используются. Вообще служебная записка это документ, который особо рекламентирован, это нигде и не описан. То есть если брать просторы интернета и попробовать поискать стандартные реквизиты, допустим, для служебной записки, либо какие-то правила ведения служебных записок, какие-то методологические описания, то информации крайне мало. И поэтому здесь мы можем брать только, основываться в основном на реальной жизни, на наших пользователях. Что сейчас у нас происходит в нашей организации, где мы внедряем этот бизнес-процесс. То есть мы берем сам бланк нашего документа, служебная записка, смотрим на него и ориентируясь на него выписываем реквизиты. Я обычно использую свои наработанные уже годами таблицы. Для этого анализа выглядит моя табличка следующим образом. То есть мы берем бланк и из него выписываем, определяем те реквизиты, которые у нас потом будут в карточке документы, которые мы будем использовать. То есть здесь приведен только примерный перечень. То есть здесь основная моя задача показать, как выглядит аналитика по карточке вида документа на примере служебной записки. Данную методику можно, в общем-то, использовать для любого вида документа. Она рабочая, я ее использую всегда. Ну и пользователям, функциональным заказчикам, с кем мы работаем, она, в общем, вполне понятна и легко обсуждать, согласовывать требования с помощью вот этой таблицы. То есть что у нас здесь есть? У нас здесь есть наименование самого реквизита. Мы его прямо можем из бланка брать и уже значение брать, видеть и брать из бланка те поля, которые у нас заполняются в документе. Даже в том же бумажном. Вот. Мы выписываем в столбик. В данном случае у нас есть стандартные реквизиты компании, вид документа, номер документа. Договор документа. Правильно. Номер. Документы. Описываем, что должна быть вообще, в принципе, внутренняя нумерация даты документа. И в данном случае мы еще видим, что есть специфичный реквизит конкретно для этого вида документа. Это вид служебной записки. То есть мы, глядя на наши процессы, понимаем, что у нас есть служебные записки различные. Это есть докладные служебные записки. Это есть пояснительные служебные записки. Объяснительные, аналистические. То есть и в зависимости от того, какая это служебная записка, может быть изменены маршруты согласования, могут быть изменены, может нестись просто информация, которая будет использоваться. В дальнейшем для пользователей могут наноситься эти реквизиты в шаблон документа печатного уже использоваться там. То есть если мы понимаем, что данный реквизит нам нужен, и у него есть перечень значений, либо мы понимаем формат этого реквизита. В данном случае у нас есть перечень значений. Дальше посмотрим на системе, какие у нас еще добрые реквизиты есть, с какими возможными значениями. То есть это может быть реквизит, где нужно, допустим, специфичный комментарий, который мы просто прописываем текстом. Может быть это какое-то суммовое значение. И это мы тоже прописываем. То есть какой у нас должен быть формат данных, где они должны располагаться, если у нас есть такое требование, и какие-либо другие требования заказчика по формату расположения, по значению данных реквизитов. Мы фиксируем все здесь, чтобы с пользователями системы это согласовать. У нас было уже представление, что мы потом будем настраивать и для чего в нашей карточке документа. Далее важный момент, где мы будем, на каком этапе мы будем этот реквизит заполнять. Сама карточка документа может создаваться одним пользователем. В дальнейшем при ее согласовании, при ее, допустим, служебная записка была пользователем запущена, инициатором. А на каком-либо этапе ознакомления, допустим, с созданием служебной записки, секретаря, пример, секретарь смотрит на служебную записку и ее уже ранжирует по виду. То есть ставит отметку, какая это докладная, пояснительная, объяснительная или аналитическая. Как вариант такой. То есть уже в ходе бизнес-процесса у нас устанавливается значение реквизита. В данном случае у нас указано, что при создании документа. Ярким примером может служить, когда у нас в ходе уже бизнес-процесса присваивается реквизит, значение реквизита. Это у нас нумерация документа, который у нас присваивается при регистрации документа перед подписанием. То есть здесь у нас идет плотная связка с нашим бизнес-процессом. Мы можем определить, на каком шаге бизнес-процесса у нас присваивается, заполняется данный реквизит. Стандартные обычные реквизиты, есть вид документа, номинования документа. Они обычно у нас при создании сразу устанавливаются значения. И карточка у нас не запишется, если данные значения не заполнены. Тут же у нас регистрация не произойдет, если значение не заполнено. Дальше у нас указывается, кто заполняет данный реквизит. Иначе у нас может потеряться логика. И в процессе обработки самого бизнес-процесса могут возникнуть логические ошибки, возникнуть вопросы, кто же заполняет у нас этот реквизит. Для чего это нужно и с чем это должно быть связано. Столбец «Этап заполнения» и «Кто заполняет роль?» они очень связаны между собой, потому что у вас не должно быть разночтений, противоречий, что при создании документа вид служебной записки устанавливает автор документа. То есть если мы сейчас неправильно определим роль того, кто у нас заполняет вид служебной записки, допустим, поставим, что заполняет секретарь, но при этом реквизит должен быть обязательно заполнен при создании документа, а секретарь не является автором, то у нас получится, что при создании документа либо не тот человек у нас заполняет данный реквизит, либо в принципе запись карточки будет доступна, поэтому здесь может возникнуть логическая ошибка. На этом этапе, когда мы составляем соответствие, таблицу подготовительную для реквизитного документа, мы сразу понимаем, где у нас противоречия этапов и авторов, и ответственных по заполнению данного реквизита можем сразу скорректироваться, дальше у нас логика будет выстроена. Далее у нас идет условие видимости и доступности обязательности заполнения реквизитов. Мы здесь описываем, например, для дополнительного реквизита, мы можем, ну, дальше мы на примере рассмотрим, мы можем описать зависимость реквизитов друг от друга, то есть если один реквизит принимает определенное значение, то становится доступен и виден другой реквизит. Если у нас значение от эталонного отлично, то у нас соответствующий зависимый реквизит недоступен и не виден пользователю. Так, коллеги, вижу, что подключайтесь периодически к вебинару. Напоминаю, что у нас будет запись вебинара, так что не переживайте, если вас отрубило от вебинара, мы вам направим потом запись, сможете посмотреть. И если вдруг отключил, то подождите, про подключение я не сразу всех вижу. Так, вопросы тоже можете писать в чат, не забывайте. Так, проверка значения заполненности также на каком этапе у нас осуществляется. Участие в маршрутизации. Что это такое? Когда у нас реквизит влияет на маршрутизацию бизнес-процесса, допустим, от вида служебной записки может у нас зависеть, допустим, если это докладная записка, то участвует, допустим, руководитель отдела кадров. И мы можем поставить условия маршрутизации. То есть, условия маршрутизации здесь полностью описывается. А если это пояснительная записка, объяснительная, допустим, руководитель подразделения у нас добавляется, и мы это тоже можем описать и учесть. То есть, здесь участие в условиях маршрутизации. Мы сейчас посмотрим еще на одной таблице. То есть, где-то два инструмента, которые, ну, по крайней мере, я сама использую. Далее уже на основании этих двух инструментов у меня вырисовывается уже схема бизнес-процесса в классической нотации BPMN. То есть, не сталкивался, но здесь вот таблички, они понятны, в общем-то, всем. И прописывается комментарий обязательно. Комментарий это такое служебное поле, которое всегда есть. Далее у нас с вами есть таблица с реквизитами. Мы ее рассмотрели, и мы поняли, где мы, как используем наши реквизиты. У нас есть ясное понимание, где они будут располагаться, какие значения принимать и где использоваться, когда, на каком этапе обязательно к заполнению. Теперь очень тонкая грань между реквизитным составом и шаблоном самого бизнес-процесса, то есть, жизненным циклом. Когда мы создаем, согласовываем, исполняем, то есть, получаем задачи, мы можем использовать наши реквизиты как условия машетизации. Здесь приведен один из примеров описания нашего бизнес-процесса. он сильно долго останавливаться здесь не буду, буду останавливаться на условиях маршрутизации, то есть, здесь мы описываем, какой у нас этап, кто исполнителя, порядок выполнения, срок исполнения, кто у нас должен ознакомиться с результатами выполнения и описание условий маршрутизации. Вот здесь в маршруте условия маршрутизации очень плотно связаны с нашими реквизитами, то есть, здесь у нас приведен пример, когда у нас есть реквизит за пределами Российской Федерации, если он принимает значение «да», то у нас вступает здесь служба безопасности, то есть, мы описываем как в реквизитах, что у нас происходит, так и в описании маршрутов наши условия маршрутизации, все, что у нас касается наших реквизитов. Очень важно, чтобы эти две вещи у нас, эти два инструмента были сопоставлены по смыслу, то есть, если мы указали, спроектировали, что у нас реквизит будет использоваться при маршрутизации, что он на что-то будет влиять, и забыли его, допустим, в бизнес-процессе указать, то результат мы получим не тот, который ожидали, то есть, реквизит у нас служит для того, чтобы смысл маршрутизировать процесс, а мы это совсем забыли. При этом в нашем плане настройки вида документа мы можем видеть, что сначала мы настраиваем реквизиты, обработку документов мы настраиваем аж на седьмом этапе, то есть, как будто бы, это я вернулась немножко назад, последовательно создание вида документа, как будто бы они, реквизиты создаются много раньше, чем обработка документа. На самом деле, на этапе, когда мы работаем с бизнес-процессом, с шаблоном бизнес-процесса, мы зачастую выявляем, что нам недостаточно каких-либо реквизитов, то есть, когда мы проводим обследование, мы сначала описываем наши реквизиты, вот эту первую таблицу, и потом уже мы через несколько шагов приступаем к описанию нашего шаблона бизнес-процесса и понимаем, а как мы будем маршрутизировать-то, как мы поймем, что вот здесь наш процесс должен пойти на службу безопасности, а если у нас не за пределами меры, то не должен пойти на службу безопасности, вот как нам здесь быть, и мы вспоминаем, что нам здесь потребуется еще один дополнительный реквизит, вот, то есть, корректировка реквизитного состава, она может быть в том числе на обследовании, на шаге обследования самого шаблона бизнес-процесса, маршрута вашего бизнес-процесса, может также быть скорректирована на этапе моделирования именно бизнес-процесса, то есть, когда пользователь уже работает, ну, не работает, видит в системе настроенный бизнес-процесс, он видит, что ему нужно какое-то дополнительное условие, добавить дополнительного согласующего по условию, а реквизита для этого нет, то есть, в системе некуда пойти и посмотреть, понять, куда же ее бизнес-процесс отправить. Здесь у нас очень плотная работа, опять мы возвращаемся снова к нашим доп-реквизитам, и очень важно понимать, что это не пройденный шаг до реквизита, а что мы будем к ним постоянно возвращаться. Сама настройка у нас, теперь мы посмотрим на примере, что у нас такое дополнительные реквизиты, что у нас такое основные реквизиты и создание самих реквизитов, работа с реквизитами, она у нас происходит в создании вида документа. Так, перейдем с вами в документ оборот. Скажите мне в чат, напишите, пожалуйста, видно ли сейчас документ оборот, система документа оборот. Так, все отлично. так, сейчас мы под администратором с вами не будем тратить время на общую презентацию системы документа оборот. Скажу, что только что это у нас третья редакция, мы смотрим третью редакцию, она у нас более актуальная и уже последние все бинары, все внедрения, работу мы проводим больше, конечно, на тройке. Кстати, напишите мне, пожалуйста, в чат, кто уже стройкой успел поработать, а может быть у вас совсем нет опыта взаимодействия с документ оборотом, вот какова ваша сейчас ситуация знакомства с документ оборотом. Настройка, кого пишите в чат, я начну тогда презентовать. Настройка вида документа у нас происходит в разделе настройка НСИ и администрирование, нормативно-справочная информация, есть у нас справочник, здесь виды документов, то есть все документы именно на уровне системы у нас не делятся на входящие, исходящие и внутренние, они у нас находятся все в одном справочнике, и мы все здесь видим. У нас с вами уже есть служебная записка в нашей базе классическая и мы с вами, чтобы смотреть полностью с начала создания вида документов, мы с вами создадим еще один документ служебная записка, демо, чтобы у нас с вами было полное представление, как у нас происходит создание вида документов. мы с вами уже посмотрели бланк самого печатного вида документа. Запишем с вами карточку и что такое карточка документа объект системы служебная записка, то есть у нас есть с вами файл, файл это наш pdf word, то есть это является файлом. То, что мы сейчас делаем, это мы настраиваем вид нашей карточки документов в системе, то есть это тот конструктор, где будут храниться все данные о нашем документе, тот шаблон, к которому будет создаваться карточка нашего документа. Здесь мы видим уже существующие возможности ввести существующие реквизиты, то есть исходя из установленной практики документа оборота общепринятой разработчики уже заложили в систему сам основной реквизитный состав документа и некоторую логику, которую мы можем включить или выключить. То есть если мы видим уже существующие галки, просто проставляем, если мы поставим, что является входящей корреспонденцией, у нас прокликаются соответствующие галки, которые взаимосвязаны и нам нужно будет делать минимум работы здесь, то есть максимально интуитивно происходит настройка вида документа. Основная работа, как я уже говорила, она аналитическая, то есть выставить сами настройки это не так долго спланировать, то есть проанализировать, понять, что у нас будет в нашем виде документа, понять, как будет строиться маршрут бизнес-процесса и как там будут использоваться эти дополнительные и основные реквизиты и тестирование системы после настроек, наверное, это вот самая трудозатратная вещь, которая занимает много времени. Многие заказчики сами начинают внедрять документ оборот, он визуально не очень сложный, делается максимально все в пользовательском режиме, но самое подавляющее число ошибок, это именно логические ошибки, которые никогда не учитывали, когда не учили какие-то условия мышистизации, реквизиты, где мы будем их использовать, значения реквизитов и от этого идут уже дальше все логические ошибки по цепочке, потому что все взаимосвязано. Так что самое главное это на этапе анализа выявить все, что нам нужно. Здесь мы отмечаем наши значимые реквизиты для нас, смотрим, договор у нас не является, входящей корреспонденции не является, нам плата тоже не является, просматриваем, что у нас еще есть, вести учет по адресатам, есть у нас адресат, уже записки, контрагент есть у нас, нет контрагента у нас нет, все, мы убираем этого реквизита, у нас не будет нашей карточной номенклатуры, документов. Далее, вести учет по номенклатуре дела не хотим, моя номенклатура дела используется не всегда, есть направление деятельности организации, где у нас по закону необходимо вести учет дела по номенклатуре, но не всегда это есть в этом необходимость, если у нас весомый какой-то документ оборот. Вести учет по организациям, мы придерживаемся того, что в демонстрационной базе у нас есть несколько организаций, поэтому учет по организациям мы ведем. Статьи ДДС, тематики, давайте сделаем для примера тематику, вести учет по тематикам, это дополнительный разрез, то есть внутри вида документа у нас еще могут быть тематики, дополнительный разрез, чтобы допустим разделить маршруты, использовать те же условия создания и использования реквизитов, когда они у нас будут использоваться, когда нет. вести учет сторон, документ у нас используется только внутри организации стороны, мы здесь не учитываем, опять вспоминаем наш состав реквизитов, товары, срок исполнения мы можем использовать, можем не использовать, мы не будем сейчас ставить этот реквизит, учитывать недействующие документы, учитывать срок действия, сумму документа, в общем, проходим по всем реквизитам, важность временной номера, контролировать наличие, в общем-то мы проставили необходимые нам реквизиты, пытаемся записать наш документ, он нам говорит о том, что мы не создали тематику, давайте пишем тематика 1 с учетом видов служебных записок, дальше мы посмотрим именно на функциональность по доступности и недоступности реквизитов, для этого нам нужна будет тематика 2 наименование тематики здесь нам совсем не важно, нам главное, что есть две тематики и их мы можем использовать как в маршрутах, так и при настройке реквизитов. Так, возвращаемся в карточку основное и мы с вами говорили, что переключаю сейчас опять на нашу презентацию, мы говорили, что у нас есть дополнительный реквизит вид служебной записки, он принимает значение докладное, пояснительное, объяснительное и аналитическое. В стандартных реквизитах разработчики данный реквизит не предусмотрели, поэтому нам надо сейчас его создать на нашей форме документа и его соответствующим образом настроить, чтобы мы его видели уже и могли использовать в нашей карте документа. Настраиваются дополнительные реквизиты по ссылке, дополнительные реквизиты и сведения. Здесь мы видим, полностью можем посмотреть все виды документов, допустим, вот наш какой-то другой вид документов, приказ по основной деятельности, мы также здесь видим, что у нас здесь есть, какие значения у нас есть по другим видам документов. в нашем виде документов мы можем использовать, добавить как новый реквизит, так и выбрать как раз из другого набора, допустим, из приказа по основной деятельности, мы видим, что есть реквизит, обозначение, что есть один доп. реквизит, мы можем взять его и использовать в своем новом виде документа тот же реквизит, который у нас в другом виде документа. В последующем это нам может понадобиться, когда мы будем делать сквозную аналитику по нескольким видам документов. В таком случае нам такой кейс может пригодиться. Мы с вами создаем в нашем случае новый вид документа, называем его вид служебной записки и какой у нас дальше, какая задача. Нам нужно понять, какой у нас тип значения. То есть в нашем нашей системе мы можем в качестве дополнительного значения дополнительных реквизитов использовать как фиксированную булеву, да, нет, дату, строку, просто текстовую какую-то информацию, число, счета банковские. То есть можем использовать значения разных справочников, виды документов, виды мероприятий, проекты, это все наши справочники, которые у нас есть. У нас было как-то был вопрос на одном из вебинаров, могут ли использовать значения по-моему физических лиц, что ли. Вот, здесь у нас все справочники наши перечислены, и мы можем установить любой наш справочник из системы. Он нам позволит в значении реквизита вводить значение данного справочника. то есть мы можем вывести сотрудника, допустим, реквизиты у нас ответственные за контроль служебной записки и вывести из справочника наших сотрудников значения. Так, установим дополнительное значение, и когда мы с вами делаем дополнительное значение, у нас вводится соответствующая рабочая область, где мы можем эти значения завести. Если мы, допустим, выбрали буллево, у нас отражение уже другое, то есть в соответствии с тем значением, которое мы выбрали, с типом значения у нас отражается наша рабочая область, где мы дальше будем настраивать наш допреквизит. Мы можем выводить его в виде гиперссылки, если такое требуется, то есть визуально он для пользователя будет выглядеть как гиперссылка, если это опять же требуется. У нас могут быть смиксованы в виде документа и реквизиты обычные в виде обычных реквизитов полей также могут присутствовать и реквизиты, которые выглядят как гиперссылка, то есть здесь зависит от того, как визуально будет понятнее, удобнее работать пользователю и восприниматься лучше. Иногда нужно разделить потоки информации, то есть некоторые реквизиты нужно сделать как гиперссылки, некоторые реквизиты как обычные визуальные реквизиты по обычным полям, чтобы для пользователя не было перегрузки информации однородных полей занесения реквизитов. То есть здесь у нас можно достаточно дружелюбно визуально настроить для пользователя. Далее у нас настраивается когда у нас виден, доступен и когда заполняется обязательно. Допустим реквизит у нас виден всегда, доступен всегда, заполняется обязательно у нас допустим по условию тематика равно тематика 1 по видам СЗ То есть мы установили условия когда у нас обязательно заполнение реквизита. То есть если у нас тематика соответствующая по видам СЗ то без этого наша карточка не заполнится не запишется. В то же время наш реквизит будет виден и доступен всегда. Здесь что важно бывает такое что мы устанавливаем условия что виден реквизит допустим если мы добавим условия что виден реквизит тематика 2 а заполнять обязательно когда у нас тематика 1 то есть реквизит будет не виден но при этом обязательно вот система такое допускает сталкивались мы с такой штукой система допускает эти логические вещи надо предусматривать то есть если у нас документ при определенном условии не виден недоступен он не должен быть с условием заполнять обязательно в данных условиях чтобы у нас не было вот этого пересечения и противоречия в системе то есть вот эти вещи нужно важно очень хорошо продумывать и еще важный момент при настройке бесшовной интеграции у нас нужно проверять при передаче данные условия они у нас могут быть проблемы с передачей по этим условиям данных реквизитов когда мы делаем бесшовную интеграцию поэтому нужно быть аккуратными когда у нас большое количество дополнительных реквизитов реквизитов по условию и при этом есть у нас бесшовная интеграция когда мы допустим ERP передаем значение вот этих реквизитов вот обращайте на это внимание тут надо еще на уровне когда вы планируете разработку когда моделируете нужно предусмотреть и посмотреть будет ли у вас работать передача реквизитов когда у нас так как вы ожидаете когда у нас есть условия доступности условия видимости и обязательности за заполнение данных реквизитов учитывайте это дальше что у нас здесь можно отметить можно всплывающую подсказку какую-либо допустим выполнить вид заголовок формы значения заголовок формы выбора значения комментарий то есть эти все вещи мы тоже можем описать здесь в карточке это у нас доступные функции функциональности и также кто у нас использовал документ документ оборот 2.1 с этим не сталкивались теперь мы можем выносить наши доп реквизиты менять расположение то есть стандартно он у нас располагается доп реквизит на вкладке свойства и мы видим его там далее далее же мы можем поменять расположение доп реквизита мы сейчас с вами оставим расположение стандартно мы посмотрим где у нас стандартный реквизит располагается далее мы его поменяем и посмотрим как у нас изменится карточка нашего вида документа далее введем значение нашего доп реквизита Так, у нас с вами значение «Докладная» или «Пояснительная». Тут же мы можем сделать группировку, мы видим, и можем сделать шифровку «Полные наименования», так как у нас здесь может быть ограниченное количество символов, нам может потребоваться внести полное наименование. Так, «Пояснительная». Мы с вами создали «Докреквизит». Так, на текущий момент все, что нам нужно в нашем виде документа, мы, в общем-то, сделали. Сейчас перейдем в «Документы» и создадим наш документ «Служебная записка». Создадим для того, чтобы продемонстрировать обязательное заполнение, доступность. У нас тематика 1 по видам. У нас тест 1. Мы видим, что у нас есть вкладка «Свойства». Видим, что у нас тут реквизит «Вид служебной записки». Тематика 1 по видам служебной записки. И нам система не дает записать, пока у нас не заполнен вид служебной записки. Так как у нас тематика подразумевает, что обязательно заполнение вида служебной записки. При этом реквизит у нас доступен и виден. Вот у нас с вами карточка записалась. Мы ее закроем и произведем настройки нашего вида документа. Мы зайдем в нашу... Во-первых, мы поменяем дополнительный реквизит. Мы поменяем его расположение, чтобы он у нас располагался. На вкладке «Обзор» – «Леквизиты», «Группа права». Это первое. Изменение, которое мы внесем. Давайте сразу проверим, что у нас с вами изменилось. Создадим документ. Служебная записка «Демо». Мы видим, что вид служебной записки у нас реквизит переместился на вкладку «Реквизиты». То есть у нас уже нет дополнительной вкладки «Свойства», он у нас переместился. Мы сильно настраивать, чтобы он в середине страницы не стали. То есть здесь можно в любое место нашей страницы, в любой блок реквизитов поместить. Также мы видим, что у нас служебная записка, наша тематика без видов служебной записки. То есть, в принципе, как мы настроили по условиям, данный реквизит у нас не является обязательным. Он виден, доступен, но не является обязательным. Мы с вами заполним нашу карточку и проверим, что он действительно не является обязательным к заполнению при создании нашего документа. Так, все, заполнили остальное вроде бы. Записываем. Документ у нас создался и записался без заполнения данного значения. Мы посмотрели пример заполненной, обязательности к заполнению. Далее. Что нам важно? Мы еще не посмотрели закладочку «Создание документа». Здесь в виде документа также мы можем поработать с реквизитами нашими к документу. И прописать, чем у нас предзаполняются наши реквизиты при создании документа. То есть, когда документ мы создаем, у нас могут быть, уже мы предполагаем, чем у нас могут быть они заполнены, чтобы у нас пользователь не нажимал лишние кнопки, не делал лишние действия, сократить трудозатраты пользователя. Мы можем задать реквизиты, которые у нас будут по умолчанию. Допустим, по умолчанию у нас тематика по видам служебных записок. Заголовок у нас может создаваться по конструктору вид документа, допустим. Тематика и дата создания. Дальше мы смотрим, что нам еще нужно. Пусть это будет «Меркурий проект». Содержание пусть у нас будет необязательно. И, допустим, там гриф «Общий проекта» мы, к примеру, не используем. Подразделение, документ, любой экспортамент, закупка логистики. То есть здесь мы можем использовать различные значения из справочников. Форма бумажная. Ну, вот как бы мы предзаполнили наши реквизиты. Записываем карточку. И третий пример. Сейчас создадим карточку нашего документа. Служебная записка. Тематика 1. Вот у нас сразу предзаполнилась. То есть формировался заголовок нашего документа автоматически по нашему шаблону. Далее у нас заполнился гриф. Состояние оно и так у нас заполняется. Форма бумажная. И подставилась организация. То есть по данной логике, которую мы с вами определили, у нас сформировалась вся карточка документа и предзаполнилась теми реквизитами, которые у нас требовались. Так. Карточку мы записываем. Вот мы видим, так как у нас тематика по видам служебных записок, у нас опять вид служебные записки стал обязательным. Поставим с вами аналитическим. Вот. Далее. Эти реквизиты мы уже можем использовать в условиях маршрутизации. Это уже отдельная тема. У нас будет отдельный вебинар по обработке документов. Он уже был у нас такой подобный. Мы проводили. Тема очень интересная и объемная. Поэтому мы рассматриваем ее отдельно. Так. Сейчас. Посмотрю, что у нас есть с вами в чате. На что нужно ответить. Можно ли использовать до предвизитов подчиненные справочники. То есть сделать отбор элементов подчиненного справочника. В зависимости от выбранного элемента главного справочника. Например, отбор банковских счетов в зависимости от выбранного контрагента организации. Чисто технически. Это Сергей спрашивает. У нас чисто технически. Да, такая возможность есть. Все нужно в любом случае моделировать и тестировать. Вот конкретно прям такого кейса не делала. Троечка. Она достаточно свежая конфигурация. Бывают, конечно, разные вещи. Чисто технически. Это вполне возможно. Я не вижу никаких для этого противоречий. Так. Сейчас включаю видео. Чтобы вы меня видели. Так. Этот. В сторону немножко поворачиваюсь. Потому что у меня есть второй монитор. Ядом с камерой. Поэтому не всегда вы меня видите. Прямо. Вот. Вопросы мы, в общем-то, с вами разобрали. Пока больше ничего не вижу. И, может быть, сейчас еще что-то прилетит в чат. Все, что было у нас по пути. Там какие замечания, вопрос. Вроде бы постаралась разобрать. По поводу записи. Я сказала, что запись будет направлена. Презентация тоже будет направлена. Также, если вы хотите получить консультацию нашего специалиста, для каждого участника нашего сегодняшнего вебинара предоставляется совершенно бесплатно. Презентация у меня не разворачивается что-то. Предоставляется совершенно бесплатно одна встреча, консультация по вашему конкретному кейсу. Можно, в частности, вот разобрать какой-то определенный набор реквизитов, который вы хотите настроить, что для этого нужно. Вот, контакты наши все есть. Тут вот так, наверное, будет логичнее. Номер телефона, почта есть. Обращайтесь на нашу почту. С удовольствием с вами еще раз пообщаемся и разберем ваши конкретные кейсы. Сегодня я благодарю вас за внимание. Ну и ждем вас на наших следующих вебинарах. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...